Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель и сегодня мы с вами будем рассматривать торговые маршруты. Да, как на них заработать, как их правильно строить, что для этого нам понадобится и все такое прочее. Также рассмотрим различные торговые маршруты, потому что они бывают разные. Торговый маршрут от станции, на которой мы находимся, до станции, где выгодно продать то, что имеется на станции, на которой мы есть. Торговые маршруты еще бывают от станции до станции, то есть ищем оптимальный маршрут от другой станции до другой станции. На большом расстоянии нам показываются эти маршруты, летим туда продаем. Также есть торговые маршруты сложные, реально сложные, называется Multi-Hoop Road, это вообще отдельная история, там может доходить чуть ли не 6 станций за проход у нас, но там тоже поднимается большая денежка и больше, чем в остальных. И еще ко всему этому рассмотрим торговые маршруты, которые будем строить непосредственно мы сами по максимальной выгоде от того или иного товара, то есть смотрим, которые мы можем купить очень дешево и продать очень дорого. И тут доход еще больше, но лететь приходится конкретно больше, чем в остальных случаях. Рассмотрим все это, конечно же, вместе и по очереди. Ну что ж, друзья, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! И, друзья, мы не будем смотреть все это через in-game, будем использовать сторонние сайты. Если хотите, чтобы я сделал видос касательно того, как это делается через игру исключительно, не используя что-либо внешнее, то пишите об этом в комментариях, я расскажу. Тут тоже довольно интересно, это более такое, знаете, roleplay, но если хотите выгоду, то нужно использовать сторонние всякие вещи. В общем, поехали! Для начала нам понадобится сайт EDB, ссылочку оставлю, естественно, в описании под видео. Смотрите, начнем с Single Hope Road. Хорошо? Хорошо. Что это такое? Это мы пишем здесь систему, в которой мы находимся. В данный момент, допустим, система Sol и станция, в которой мы находимся. Вот, допустим, Абрахам Линкольн. Далее, максимальный прыжок, ну, кстати, максимальное расстояние, которое может быть от станции, где мы находимся, до станции, где мы будем продавать. Количество каркокопасти нашего, это будет 800, это примерное количество каттера имперского. Далее, available credits. Ну, деньги, которые у нас в наличии, чем больше, тем больше, собственно, мы сможем купить товара. Но, чтобы точно нам хватило на 800 тот данного товара, пишите большую цену. Далее, дистанция любая. Планетарочка, ну, будете ли вы садиться на планеты. Фридкерриеры и так далее. И все это заполняем, как у меня, и нажимаем Find Rows. Естественно, ребята, Landing Pad. Если у вас корабль большого размера, ставьте Landing Pad L. И мы видим, вот мы в системе Вабрахам Винкольн можем купить BioWaste и продать их в другой системе Akinura на расстоянии 32 лет и продать и получить профит 100 на 696 кредитов. Ну, это вообще не что, но такой вариант тоже возможен. И смотрите обязательно на время. Вот время обновления цены. 39,07 часов можно вести. И смотрим дальше. И видим то, что здесь все, в принципе, имеет низкую цену. Ну, низкий профит 100. Идем к следующему способу. Далее. Другой вариант, про который я говорил вначале, это Loop Row. Это означает то, что от того места, где мы находимся, мы ищем оптимальный маршрут с одной станции на другую станцию, но не считая нашу стартовую локацию. То есть просто показывает именно расстояние от нас. Смотрите, пишем максимальный хоуп дистанции. Это между станциями. Минимум сапли, минимум демант. Ну, понятно, сколько у них есть, сколько они требуют. Max price h1 day. Минимальный профит 10000. Гавар вот этого не надо, не надо, не надо. Landing pad ставим. L – дистанция. Дистанция – это расстояние от звезды той системы до станции, где непосредственно продавать. Landing pad, ну, понятно. Планетарочка, керреры и так далее. И, допустим, я в той же самой системе Sol. Все. Find Loops нажимаем. Ждем. И видим. На расстоянии 46... Нет, не на расстоянии, 46. Вот, дистанция от Sol to Rosso 9,86. 20 лет. Расстояние между этими двумя станциями 46 лет. И мы видим. Покупаем Bitrendit за 1600 и продаем за 21000. Цена обновлялась 20 минут назад. Цена обновлялась 30 минут назад. Хорошо? Хорошо. Можем лететь. Далее. Покупаем Water Prefise и продаем их здесь. Итого у нас получается профит с тонны. 21 362 кредита. С этим уже можно работать. Учитывайте то, что у вас 800 тонн в Катаре. Это 16 миллионов заходку. Ну, это реально добротно. Если у вас там какой-нибудь Type 6 и у вас там 100 тонн, то это будет... Ну, сами посчитайте 2 миллиона. Интересно? Интересно. Но смотрите на время обновления цен. Потому что когда нам снова возвращали торговлю к тому виду, в котором она была до флотоносцев, тут писалось 3 дня, 4 дня, 5 дней, 6 дней. Вот именно время обновления цен. И все шло. Ну, ты прилетал просто. Там написано, кстати, купить за 3 тысячи, а там покупка за 45. Так что обращайте внимание вот на эти вещи. И вот не забывайте то, что еще вот тут у нас показано расстояние. 323 ЛС световых секунд от заезды до самой станции. Ну, естественно, название. Все, смотрите. И если вы боитесь потерять этот торговый маршрут и просто забудете его, нажмите на него просто левой кнопкой мыши. И вот у вас будет вся информация. Просто копируете и все. Вот можно копировать даже так. Copy System Name to Click Board. Идем дальше. А теперь следующий. Multi-Hoop Road. Это уже серьезная штука. Тут прям нужно будет поковыряться. Смотрите. Максимальный хоуп дистанция. Ставим максимальный. 150 лет. Далее. Avoid Loop Phase Mode. Неинтересно. Вот карга Капасти наша. Ставим 800 тонн. Ой. 800. Далее. Наличие наших кредитов. Ну, также ставим много. Далее. То же самое. Landing Pad. Дистанция любая. Планетарочка. Все остальное. Все есть. Пишем систему, в которой мы находимся. Это, допустим, Soul. Тот же самый. Это опционально. Это не нужно. Смотрим, все ли правильно мы ввели. И пишем Find Trade Road. Он ищет. Он еще раз ищет. И вот мы видим. Система Soul. Покупаем серебро. Везем. Вот. Время глинец. Везем его сюда. Продаем серебро. Покупаем Ergonomic Treatment. Профит. 11. 954 тонны. Далее. Везем сюда. Продаем здесь. Покупаем. Липидолит. Или как они-то называются. Профит 21. Это 21 миллион, если что. Профит стонны. Вот. 14. 943. А это вот профит. Тут 26 уже тысяч стонны. А тут показано, сколько мы получаем денежек. То есть 11 миллионов. 21 миллион. Профит 5 тысяч. 4 миллиона. 21 миллион. 27 профит, кстати, уже. Тут у нас опять 8 профит. 6 миллионов получаем. 25 профит. 20 миллионов получаем. И за проходку по 6 станциям получаем 86 миллионов. И когда вы это дело закончили, вы можете еще раз нажать Load More. Он загрузит вам еще. И будет вас пускать по оптимальному маршруту. И еще 6 мы сделаем. Получим уже 166 миллионов. И так далее. Вот таким образом, друзья, можно торговать в этой игре. Сейчас это все уже работает. Но. Смотрите на цену. Вот то, что вот 7 дней. Нет. Не надо брать, ребят, то, что 7 дней. 12 часов, ладно еще. Все, что меньше дня, ладно. Но вот 7 дней не советую. Вы можете просто прилететь туда и купите серебро. Ну, или продадите его за меньшую или большую цену. И будете просто в минусе или просто в маленьком профите. Так что аккуратнее с этим. А теперь уже поговорим непосредственно про Инару. Как торговать определенными видами товаров. Заходим на Инару. Ссылочка будет в описании. Ставим себе русский язык, чтобы было попроще. Заходим в галактику, заходим в товары. Обычные или редкие товары, как только по-моему угодно. И смотрим по максимальной выгоде. Потребительские товары, химикаты и так далее. Листаем, 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 листаем. И опа-на, видим. Допустим, 295 тысяч. Нифига себе, скажете вы. Смотрим. Лучший импорт. Это лучшая точка, куда нам нужно это дело продавать. Лучшие экспорты, где это дело лучше всего покупать. Смотрим. Флотоносцы, ребят, не советую вообще с ними играться. Потому что они выставляют цену неправильно. Либо не обновляют. Написано, обновлено 3 часа назад. Так что спорный момент. Спорный момент. Можете, конечно, посмотреть, слетать, купить. Допустим, вот 839, 8 часов назад. Купите за 147 тысяч. И по лучшему импорту продадите за... 292 тысячи. Ну, или 295 тысяч. Но это уже сами станции непосредственно. Я бы все-таки советовал с чего-то более такого а-ля средства очистки почвы. Эта штука давно работает. С ней все хорошо. Также вот заходим в экспорты. Смотрим станцию, на которой мы можем купить. Допустим, вот тут маленькое количество. Маленькое количество. И вот мы видим более-менее нормальное. Допустим, полетим на питоне. Там в районе 200 тонн. Там, конечно, больше, но, допустим, не 200 тонн. Покупаете 200 тонн за 1908. И продаем 200 тонн, скажем, на станцию вот сюда. По 31 200. То есть профит 29 тысяч тонны. Но это аванпост уже. Тут реально нужен питон. Так что смотрите. Покупаете ли вы на станции аванпосте то же самое с продажей. Потому что могут быть проблемы потом, друзья. И с этим аккуратнее. По поводу редких товаров все то же самое. Тут по прибыли не так много, кстати. Тут вот 17 тысяч кредитов с тонны. Но это максимальная прибыль. А там было 19 на средствах очистки почвы. Так что смотрите. Компоненты. Это другое, сразу говорю. Это для инженеров. Это материалы. Это отдельная история. Поэтому у меня есть видосы. Если еще вот подсказочка вылезет где-нибудь здесь. Друзья, надеюсь я подробнейшим образом все это объяснил. Если что, в описании под видео есть ссылочки на гайды по торговле. Как это делать. Там топ 10 советов торговцу есть. Все это есть. Посмотрите. Но я думаю, самое главное я объяснил. Где что как брать. Где что как продавать, друзья. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. В описании под видео будет ссылочка на все видео касательно Elite Dangerous. Я говорю сейчас про плейлист. Там уже много видосов. Их реально много. Я знаю то, что их нужно скомпоновать уже кусками. Я это сделаю, друзья. Обещаю. Но пока вот времени реально нет. Также будут ссылочки на различные полезные гайдики. Такие как допустим торговля, шахтерство. Все такое прочее. Как собирать различные фиты. Ну боевые сборки, исследовательские, торговые. Все это тоже в описании валяется. Также как фармить материалы. Между прочим материалы стражей. Обычные материалы. Сырьевые материалы. Промышленные материалы. Данные. Данные стражи. Все такое прочее. Ссылочки еще будут на инстаграм. Группа ВК. Дискорд сервер. Телеграм канал. Где выходит информация о публикующихся видео. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи. И пока-пока.